Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Бля, у меня охуенная прическа, как у Лил Пампа. Я просто смотрю, как на мне смотрится такая прическа, блядь, охуенно мне нравится. Бля, надо же, да, чуть-чуть отрастить, чтобы можно было вот, ну, нарастить себя. Бля, охуенная прическа. Еще вот если покрасить немного в разные цвета, вообще было бы заебись. Бля, если покрасить немного в разные цвета, вообще было бы заебись. Бля, это пиздец, ребята, это пиздец. Просто я преисполнил благодарность, то, что мне даже ничего делать не надо, то, что он все делает сам просто. Он всепоглощающая, всепробивающая сила любви, она рушит все стены, ломает все шаблоны. Закрыл, ездишь домой. Леха, еще заезжай в гости к нам. О, Яша, привет, Яша. Что, ты долетел до Жидостана? Мне микрофон нужен. Привет, Санек. О, Тёма. Блин, все мои роднулечки здесь. Как приятно вас всех видеть здесь. На Раймс, на Раймс, что, что? Не, братан, я завтра с сыном время провожу. У меня осталось пару дней с ним провести. И я дома. Это мой дом. Всякое тут у меня. Спасибо, Тём. Я надеюсь, ты тоже. Чего сегодня? Раймс фест. А где будет? Я не знаю, ребят. Мне просто... Не, это не обед для сов. Это... Это Родригес. Это перуанская белка. Очень прикольный чувак. Тём, я тебе в личку кину потом номер. У меня к тебе разговор есть там по делу нашему киношному. Так что потом созвонимся. Сейчас я не буду отвечать больше на твои вопросы. И вот эти комментарии, красивые, некрасивые там. Да, one love. Отдохнуняются. Совы? Совы, блядь, совы хавают там, вот там сидят совы. Вот здесь даже, может, видно клетку, блядь, где-то там совы. Подожди, у меня прямой эфир. У него прямой эфир не надо. Ну скинь мне вообще. У меня прямой эфир, я не могу сейчас скидывать ничего. У меня важная хуйня. То, что я в прямом эфире. Не, я много не пью. Я вообще пью чуть-чуть совсем. Потому что я занимаюсь спортом. Ну, в общем, ребят, у вас есть ограниченное количество времени, чтобы как-то со мной пообщаться. Да, потому что я не могу долго вести монологи. Вот, если вы хотите, чтобы меня спросить, ну, или как-то поддержать беседу, то давайте, иначе я сейчас отключусь, потому что я опустошен просто. Во мне нет ничего, чтобы высказаться. Знаете, я очень хуёвый сосед по купе, блядь. Со мной, ну, неприкольно разговаривать. Я сам ничего не расскажу, как бы, а всё, что скажет Шмяты, провалится в меня как в бездну, как в пропасть. То есть никакой реакции не последует. Вот, поэтому побудьте немного дудями и задайте мне какой-нибудь вопрос, по поводу которого я могу порассуждать. Какое видео? Что будет после 5 плюх? Свежий и крутой? Да, будет свежий. Я не знаю, насколько крутое. Хочется, чтобы было очень крутое. Надо бы столько денег зарабатывать. Кошмар вообще. Ну, вот, чтобы это всё делать, ужас просто. Альбом, который я хочу выпустить осенью, да, он готов, он уже давно готов. Я его мариновал 7 лет практически. Сейчас вот доделываю. Там уже остались последние штрихи. Выпущу, когда хочу. Вот там как раз старые треки. Треки, начиная с 2008, наверное. Да, будет на Тунце, на всех агрегаторах, везде будет. Надеюсь, скоро выйдет мой бэк-каталог. То есть везде все будут треки, которые вы слушали, старые. Даже там, включая демки какие-то. Это всё будет на Тунце, на всех агрегаторах. Можно будет скачать. Официально. Наконец-то. Не, не так надо, Тём, спрашивать. Надо спрашивать, дрочишь? Как в Тель-Авиве жить? Слушай, ну, блин, дорого. Дорого жить. Про бомжиху? Да, хороший, да, трек? Твоя, сука, бомжиха, бомжиха. Во, блин, наконец-то, Тём спросил. Нет, я не дрочу, потому что я заменил эту хуйню женщиной. И меня, в принципе, всё удовлетворяет. Меня пропала необходимость дрочить, потому что женщина справляется прекрасно со всем этим делом. Какой именно, какой именно, бро? Да вообще много есть над чем поугарать, так-то? Тёмочка, пожалуйста, родненький, блин, спрашивай. В любое время вообще, вот среди ночи разбуди, спроси, отвечу. Хорошо. Настя. Барщик уже каких-то третьих людей, не знаю чей. Честно, не знаю. Погода в МСК переменчивая, как всегда. Переменная облачность, кратковременные дожди, иногда лёгкие ураганы, то духота, то прохлада. Ну, в общем, прикольно. О, Гаро, это ты, братик, привет. Не, не, я не буду раскрывать новых псевдонимов, потому что тогда интрига вся потеряется. Дело в том, что никто не будет знать. Выступление в МСК скоро будет, должно быть в конце августа в клубе «Гараж». Вообще, я планирую на позднюю осень, после релиза своего нового, сделать концертик в 16 тонн, где будет и с аборигена треки, потому что у аборигена не было презентации, я уехал из страны. Я соберу всех ребят, я очень надеюсь, кто там участвовал. Будет крутое шоу, и там ещё будет материал с нового альбома, с «Фак Ю Пэйми». Я думаю, часа два, концерт, прям замути, с кучей гостей, короче, сделай заебись. Ну, я думаю, что я рекламу тоже сделаю, но это пока все проекты, ребят. У меня сейчас столько работы, что просто пиздец. Я зашиваюсь нахуй. На мочи манту, блядь, охуенный всегда. Давай, Яш, давай, же достану привет, не потей там сильно. Блядь, всё-таки не оставляет мне покоя, блядь, мечты о новой прическе. Мне кажется, вот если заходить с новым псевдонимом, то только с новой прической. Потому что иначе просто, блядь, ну не получится, просто не хайпанёшь, блядь. Киздец, блядь, очень сложно, очень сложно, блядь, хайповать лысеющим людям, блядь. Вот рейстику, блядь, нормальную. Надо рулить процессом. Если ты хочешь хайпануть лысым, то тебе надо рулить. Потому что исполнять ты уже не можешь, как бы исполнять должны лохматые. Блядь, у меня есть татухи на лице, как у Майка Тайсона, просто её видно только под ультрафиолетом, блядь. У меня такая хуйня, там. Такой, блядь, узор. Да не, блядь, пиздец, я от этих кепок, блядь, обрусел, смотри, мне кепки вытерли, блядь, хуйню, вот здесь вот, блядь. Реально, уже, блядь, хоть бери гитару и пой, блядь, еврейского портного, блядь. Знаете, кстати, вот эта байка насчет асимметричной бороды, да, вот, когда вот здесь вот есть проплешина, вот она, знаете, всё, от скрипочки. Хотите анекдоты расскажу, любимый свой, про евреев? Как-то мужику стучат дверь, открывает, там пожилая еврейская пара стоит. Они такие, здравствуйте, а это вы вчера нашего Абашу из Пороба спасли? Мужик такой, ну, да, я. А где Панамка? Я надеюсь, что и в 45 я буду выглядеть так же. Очень надеюсь. Хотя, я, кстати, вот сейчас заметил, вот, на фотографии предыдущей истории, что когда я начал, начал улыбаться, у меня начали появляться морщины вот здесь. Ах, что же делать, что же делать? Надо, наверное, идти к косметологу или как, или как мне с этим бороться, я не знаю, мне кажется, то, что, ну, не получится ничего вообще. Если у меня будут вот эти ужасные морщины, как я буду смотреться, ну, блин, только вот, если с этой причасткой. Жизнь никого не щадит? Слушай, я знаю вот как минимум одного человека, про которого я в прошлой истории говорил, вот его точно не щадит никто, ни жизнь, ни боженька, и вообще никто не щадит. Главное, сам себя не щадит. Вот я и думаю, я думаю, мне предлагали, короче, эту, блядь, эссенцию из мочи летучих мышей, блядь, да, для разглаживания. Ну, очень дорого, то есть я лучше себе черный трюфель куплю, чем, блядь, эту хуйню для морщины, блядь. Я лучше кайфану, похавая, чем, блядь, потом на себя смотреть и кайфовать. Это какая-то, да, ну, нездоровая хуйня какая-то. Лучше вкладывать в говно, как бы. Ну, вот, вот дороже платить, короче, за то, чем ты насрешь, блядь, вот это охуенно. Спасибо, братан, спасибо, спасибо от души, блядь. Я надеюсь, что скоро порадует там всяким дерьмецом. Это, это холодильник для вина, блядь, он, к сожалению, пустеет. Блядь, братан, ты что делаешь, если что-то езжай в гости, блядь, я пока, это, пока не сплю. Родригес, блядь, ты не отъехал там? Блядь, отдыхает, пацанчик. Да, бро, я помню, охуенную каллиграфию сделал, кстати. На тощак. Абориген хорошо вошел. Слушай, ну, обычно, короче, вот такая хуйня, что обычно хорошо к аборигенам заходят. Вот аборигены живут себе, живут, а тут, короче, к ним, блядь, все приходят и такие, Ребят, мы пришли, блядь, мы теперь, мы будем здесь, короче, жить, блядь, и вообще здесь все будет теперь по-нашему. И аборигены такие, бля, сначала такие, бля, надо что-то там как-то держаться ближе друг к другу, блядь, Как-то противодействовать этой хуйне, мы не должны потерять свою идентичность, там, это, А потом раз, и ты как в резервации живешь, блядь. Вот я много объектов смотрю, и, например, в центре Москвы есть такие старые квартиры, Большие, там, в районе Патриашек, Прудов, там, Пушкинской, ну, такие, в районе моего детства. И там живут хорошие ребята, и вот их эти квартиры, их осталось очень мало, Их поглощает вот эта реновация, да, вот эти деньги и так далее. И только эти квартиры хранят историю, и они как резервации. Вот я, как старый москвич, захожу в такие квартиры, и мне становится сразу так, По-домашнему тепло и комфортно, как будто я влез обратно в матку к маме, короче. Вот такое, прям, вот домашнее очень ощущение. В общем, скоро этого всего не останется. У меня собака с Чукотки. Настоящий Чукча. Джина живет со мной в соседнем доме, да, мы общаемся, мы соседи. Не, я дома у себя, я у себя дома, это так выглядит мой дом, как чей-то бар. Слушай, давайте хватит, мы их вообще-то вам крен, давайте поговорим разом. Телки сидят. На Камчатку, слушай, блин, может и собираюсь. То есть, если кто-нибудь захочет снять там кино, а мне надо будет искать там локации, то я пою с ними. Я теперь же этакой не занимаюсь, я ищу локации для кино. Так что, если у вас есть мазы на какие-то крутые локации, любого порядка вообще, ну, что-нибудь эксклюзивное желательно, то, к чему ни у кого нет доступа особого, то можно и денежек заработать, и вообще классное время провести, и вообще супер, супер охуенно сделать. Я знаю, что на Камчатке охуенно, братан, я прекрасно это знаю. Конечно, там охуенно, есть много охуенных мест, где охуенно. Но просто ехать туда, просто проводить время с кайфом, да, это определенный, определенный гедонизм, блядь. То есть, ты себя балуешь этой хуйней, когда ты много работаешь, блядь, зарабатываешь достаточно денег, что, допустим, полететь на Камчатку, просто, блядь, погулять, пофоткать гейзеры, блядь, ради своего кайфа. Охуенно, когда у людей есть такая возможность, это прям заебись, когда они могут это сделать. У меня вот корень сейчас ходит, блядь, конечно, блядь, хуя себе на Камчатке, пиздец, дорого отдохнуть. Сколько сейчас там стоит с вертолета прыгнуть там на сноуборде, блядь? Да раньше, я помню, стоило 80 долларов с человека, блядь, на, там, сколько, на Ми-6, на Ми-8, блядь, там, на вертолете тебя скидывают, блядь. Владико, привет, вообще привет Дальнему Востоку, блядь, я надеюсь, как-нибудь до вас доберусь, вообще, и там, нормально у вас покутим, блядь. Я постоянно в поиске качественных продуктов с Дальнего Востока, там, все, икорок, крабиков, устриц. У нас вот, на самом деле, я недавно знал, на тысячу рублей можно заказать килограмм сахалинских устриц. Здесь, ну, вы знаете, дальневосточные ребята, они такие, блядь, охуенно длинные, здоровые, блядь, такие устрицы, пиздец. Братуха, не надо, мы на зоне, блядь, ребят, крепитесь, блядь. Блядь, скоро, блядь, скоро выйдете. Нет, к вам, блядь, не надо, к вам, блядь, надо посылочку заслать, блядь, с устрицами, чтобы вам было как-то там, блядь, не так грустно. Медведки, это на Дальнем Востоке у вас лагерь такой, строгач. С 12 кг кокса, крепанули в МСК, братан, слушай, ну, блядь, моя татуха, братан, передает тебе респект, вообще. А, братан, слушай, извини, этим сленгом не владею. Блядь, короче, приходил в Израиле, в Тель-Авиве на рынок, короче. Они у меня видят татуху. Я такие, о, блядь, о, нихуя себе, блядь, на тебе, блядь, три кабачка бесплатно, блядь. Что за гангстер, братан, ну, ты чё, блядь, не знаешь этого парня? Это, блядь, самый чёткий, блядь, чувак. Пример того, как ты идёшь против всей системы, блядь. Ну, вот представь себе, ты, короче, есть узурпаторы, блядь, да? Есть люди, которые, у которых, блядь, там, сильный эстеблишмент в Америке, они крутая военная супердержава, там и так далее. А ты из небольшой страны в Южной Америке. И у тебя, там, большой процент населения живёт за чертой бедности, да? Да, питается на свалках, криминал, уличная преступность, все друг друга ненавидят, стараются выжить и в итоге ведут себя как животные. А те, кто лижет жопу в Соединённых Штатах Америки, у них всё нормально, они сидят в классных кабинетах, там, в зданиях, решают судьбы отечества. В то время, как народ, блядь, готов зарезать друг друга за булку хлеба. И тут ты этим, блядь, чувакам начинаешь спихивать ту тему, которая и разрушает их общество. Ещё они за это платят тебе столько бабок, что ты можешь построить тебе тюрьму, блядь, в стране, где тебя сажают, в своей стране. Ты строишь себе тюрьму. И вообще твоя идея – это сделать свой народ счастливым. Это, блядь, для меня лично, да, Пабло, это, я не могу сказать, что это пример для подражания. Это своеобразная икона и образ того времени, в котором я живу. То есть это мой, если говорить о протесте, это мой личный протест. Вот я поддерживаю Пабло, то, как он делал, потому что ебать всех, ебать всех, блядь, делай бабки, еби всех. Какая икона против? Слушай, даже я тебе могу сказать, что те иконы, которым я ставлю свечки, на которые грешусь в православных храмах, они тоже очень против того, что я вижу вне храма, на улице, и, как бы, и что происходит везде повсеместно. Мой сын, например, он вот сейчас вот растет на Ютьюбе. Он очень много чего знает, очень много во всем разбирается. Но это ребенок Ютьюба прям. Он сейчас только подел в школу в этом году, вот, скоро. Он уже отлично читает, пишет, до хрена чего знает. Такой молодец, такой эрубдированный. Но я вот его возрасте читал очень много, а он смотрит Ютьюб. Слушай, я верующий, но не религиозный. Конечно, верующий. А как не верить, блядь? Как не верить? Если всегда Дарт Вейдер говорил, Люк, я твой отец, а теперь я смотрю старые DVD, а там он говорит, нет, я твой отец. И в Илодарский переводит, охуеть, пиздец. Какой-то багнутый патч, короче, блядь, в нашу матрису попал, блядь, лютый. Да нет, никто в это не упертый в конец. Знаешь, сколько себе стоимость одной свечки, которую продают в храмах? Ну, там, три копейки. Три копейки. Капитализм, он уже сам по себе вообще везде. Если ты начинаешь с ним бороться, отрисать его, то ты оказываешься на отшибе жизни. И потом радуешься такому малому, то, что ты сегодня пожрешь не доширак, а сможешь съесть что-то в Макдональдсе. И это уже радость для тебя. Ну, это правильно, как вы думаете? Как контрастирует это все вообще в нашей реальности? Я когда вернулся в Москву из Тель-Авива, мы куда-то пошли на какую-то вечеринку, и она была на набережной Тараса Шевченко. И мы, когда проходили клубу, я увидел, что вся эта набережная усыпана какими-то ебическими заведениями, блядь, где-то нереальная движуха, тачки все пиздец. По несколько там, ну там типа по 12-15 миллионов рублей машины стоят. То есть это, блядь, квартира. Вот моя квартира, блядь, стоит там 15 миллионов рублей, допустим. Да, люди на машине просто такой, в клуб приехали, блядь, на машине, которая стоит как хата в центре Москвы просто. И вот эти хаты, блядь, они стоят у клубов, двигаются. Вот это... Да ты что, ребята, все одно и одно уже простили, они поняли, что это работа, да, все окей, да, вы приезжаете. Что? Себестоимость того же самого адреналина за 100 рублей. Конечно, я знаю, сколько... Я тебе больше скажу. 29 рублей – это не себестоимость производства. Это уже, накручивая, себестоимость производства намного ниже. Это уже та цена, по которой... Опыт, это, что... У вас там Виша и один, слушай, ну, блин, я с вами, я не один. С ними я еще успею пообщаться. Я редко выхожу в прямые эфиры, и как бы вообще редко у меня такое настроение. Я очень дохуя работал в последнее время, и у меня вообще не было времени уделять внимание к каким-то там соцсетям, к чему-то. Я даже настолько заебываюсь, что забываю своих близких, друзей и родных поздравлять с днями рождения. Из-за чего потом сильно переживаю, блядь, потому что просто, знаешь, вот ты бегаешь весь день, туда-сюда, блядь, куча дел, блядь, вспомнил, что о, у него сегодня надо поздравить, а потом просто прилег, и все, и вырубился, нахуй, блядь. В плане работы я подбираю локации для кино, для кино, для видеоклипов, сериалов, кино, ТВ. Разруливаю локации, блядь. Если у вас есть какие-то локации, то предлагайте мне, давайте, давайте делать крутые вещи. Знаете, я, когда начал этим заниматься, я подумал о том, что, в принципе, эта профессия в этом деле, она, значит, настолько много, то есть, в принципе, ты определяешь, как будет выглядеть кино, которое будет снято. То есть, ты находишь эти локации, они там уже, до них ориентируются, и это, но ты нашел, то есть, этот фильм может выглядеть так, как хочется тебе. И это все закулисная история, бля, мне так это нравится. С Аней Локдогом, как общение, слушайте, ну, я не могу сказать, что у меня вообще нет времени, на самом деле, на общение с людьми, и меня это очень парит, бывает, потому что есть много прекрасных людей, старых моих друзей, с кем бы я хотел бы чаще видеться, чаще общаться, но, к сожалению, ни у меня, ни у них нет на это времени. Так же, как у Сани Локдога, я с удовольствием бы с ним схлестнулся на какой-нибудь, с нашими там тоже старыми общими друзьями, на какой-нибудь хоум-пати, и мы бы угарнули, как старые добрые, прям, хотелось бы пилиться. Спасибо, спасибо, тезка. Давай, будь здоров. Спасибо за лестные слова, что я хорошо выгляжу, считаю, что нет. Это я уже выгляжу плохо, я устал сегодня. Сегодня, когда я... Какая любимая локация ВМСК? Слушай, братан. Мне всегда нравился вид, когда ты в 5 утра проезжаешь или проходишь по большому каменному мосту, и когда ты в одну сторону видишь Кремль, такой величественный, блядь, охуевший Кремль, а в другую сторону ты видишь храм Христа Спасителя, тоже такой величественный, и такой вот эта вся мощь, вот это, блядь, величество, блядь, вот это меня очень нравится. Что за кино? Да всякое кино, разное, блядь. Очень много кино снимается, всякого. Разное. Да, это как-то, знаешь, на самом деле у меня очень много любимых мест в Москве, но они очень, очень в основном интимные, там это какие-то горькие отдельные, какие-то такие места, которые, ну, не отражают этого величества московского. Это в основном такое, наоборот, какое-то, где сохранилась атмосфера старой Москвы, с чем связаны у меня пиздец воспоминания, там, и так далее. Что? Шмыгал? Нет, блядь, там, нет, я на спортике, какой шмыгал, блядь? У меня это, зальчик, винишко, блядь, вот это, я даже пивко уже и не пью практически, потому что нельзя. Я не снимаю, снимают, снимают, первый канал снимают, там, здесь снимают, здесь снимают. много проектов, вот сейчас вот исторический проект, нужны, вот, допустим, старые 80-е года, короче, там, такое, все хорошо сохранившееся, какие-то генеральские дачи, короче, всякая такая хуйня, институты какие-то старые, актовые залы, кабинеты, обставленные, прям вот так вот. это все на самом деле очень непросто найти, так, чтобы это подходило, срасталось с киношной темой, чтобы люди готовы были там на это идти, чтобы вот эта вся огромная киномашина пользовалась этим помещением для создания какой-то крутой хуйни, но это круто. Вообще, я удивительным образом в этой теме склеснулся с ребятами, с кем я учился в институте, и вообще, пути Господни неисповедимы. Курисишки? Курисишки я не бросил, а не курил травку в больших количествах я уже давно вообще очень редко даже осишка, я покурю с удовольствием. Смотрите, какие с Кириллом не общаюсь, то, что Децл, Саши, мы что-то с Кириллом давно не общались, прям давно, давно-давно, так как ты его встречал, рисовывал охуенные, или сделал охуенный биток. не задержал. Играет way может продавать это дерево кого начинал слушать вот это вот это качать вот это заебись вообще вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, Леха бы, да, хорошо зашел на этот бит, я тоже подумал, я ему ставил, ему, кстати, понравилось Смотри ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, Леха, я тебе отдаю этот метод ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, точно Братан, сейчас, попозже чуть-чуть Цены? Слушай, ну, как бы, блядь, не знаю, в зависимости от масштаба работы, бро Ну, то есть, если там какую-то там вавку просто чисто Если я буду этим заниматься там как-то, то уже совсем другие расценки Олдскульные? Слушай, блядь, разные делаешь, блядь Девять Они с тобой общаются? Да У меня сколько комнат в квартире? У меня три Ну, расскажи людям правду, скажи, что у тебя одна Он все врет, у него одна маленькая комната и два туалета и три ванных комнаты Солк показывал? Солк показывал? Да, да Солк показывал? Кто у тебя на груди? Очень похож Хм Смотри, опа Давай, дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, смотрите, мой любимый плагин. Хе-хе-хе-хе-хе. Совы маленькие, да. Блин, надо им опутинки сделать такие, да? Это гуйня, которая надевается на птичьи лапки, которые их привязывают к перчатке, называется опутинки, блин. Мне кажется, мы все немного в опутинках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты тут творишь, да? Творю немного, немного творю. Круто, круто. Ну, так. Кто-то про классику спрашивал. Ой-ой-ой, что тут везде срасколбас какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 у меня есть конечно неизданные треки например у меня есть неизданный трек я вот как раз ищу ему воплощение как старый мой исполнял на концерте p13 его назвали в домашних тапочках вот этот трек который я хочу доделать и выпустить его как раз на осеннем релизе в дань уважения той истории короче стрек больный конечно братан какой настоящий не у меня есть корешку которого лежит настоящий на просто от него не у меня дом лежит к его вот там не только мп-5 пара глоков т.д. на это так это на всякий случай если понадобится так то вообще ну я то вообще ну человек позитивный я не хочу никому делать больно вот это лучше я вечно стоя под арбатским фонарем силуэтом невидимка встречая лисы провожаю спины за очень дружу с незнакомцем звонарем на колокольне почему я приютил мартышку на плече что испугалась яркой фото вспышки кого я только здесь не видел и давно открытых тайн притворяющихся новыми секретами и тех могущих в прошлом стае что оказались слишком слабыми для будущего колючие режущие огнестрельное легко пугает судьбы даже если это как бы так же как любовь и мы же с исключением свадьбы ускорение шага отражением мраморекали лекарства от рака в усат аромата барака а ты бы хотел получить свободу в подарок избежать возможный упадок когда бежишь по лук домашних тапочках и все до лампочки ни при чем достаток менты цепляют и бродяг и банкиров карма майна эфира излюбленное место моих прогулок стратосфера где небо света шкуры пантеры а звезды мерцают как мои барабаны оттуда вижу как стригут овец и баранов зажиточные фермеры и корпорации фирмы а дети любят жестокие фильмы танцы до утра под наркотой и дешевый алкоголь только смотри и удивляйся бля пять плюх пять плюх бич наверное я один из тех кто если спросит про хип-хоп ответит он уже не тот другой душок другой заряд два из трех пиздят еще хотят бабла типа вчера писал на кухне сам себя сегодня стал суперзвезда завтра на вороте леса но хуй бы дам но зная вся страна мы все по дворам и когда холодильник пустынку им пацанам готовы дать отпор зверям шалейку масалам салам алейхум объекты раздражения но не смеха новое вторжение цао мафии стоим до конца как гадафи я не имею трудовой а только стихотворную у игры есть правила их уважать себе заставил я чтоб было все по красоте не копошись ко мне и меньше им кидайся я рад что все именно так как ешь то я кладу напит легко воспламеняемую смесь воспринимая бесславного ублюдка месть и вспоминаю услышав слово жесть я тот орех что ни разгрызть ни расколоть ни раскрошить и становлюсь только крепче тяжелее но не легче мой финальный панч береги печень печь fuck you be me full life вот и все е-е-е-е-е братцы на связи остаемся я короче пошел друзьям а то их оставил как невежливо был рад с вами со всеми пообщаться эфир не сохраняю кто видел тот видел прррррррррр!!! Спасибо.